Дистантам уже никого не удивить, говорят ректоры вузов. В педагогическом и техническом к такому формату и преподаватели и студенты привыкли. Разные формы взаимодействия с преподавателем, разные формы отчетности. То есть пять дней и три дня на прошлой неделе ребята работают. Все-таки мы уже больше года тренируемся. Я считаю, что успешно эти тренировки проходят. Хотя, конечно, напряжение есть. И для того, чтобы обеспечить должное качество образования, требуются дополнительные усилия. И могу сказать, что не все занятия мы можем провести именно в режиме дистанционных образовательных технологий. Речь о лабораторных работах в режиме онлайн. Такие проводить просто нереально. Поэтому со следующей недели, даже если дистант продлят, лабораторные в политехе будут точными. Правда, группы ограничат количеством человек. В целом же продление дистанта будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Пока она сложная, но в самом техническом вузе больных немного. 80% педагогического состава привиты. Среди студентов пока лишь 30. Но здесь никого не принуждают. По крайней мере, нам так сказали. Я думаю, что из-за праздники у нас изменилось все-таки количество этих. И сейчас, вот эту неделю, мы тут активно у нас всевозможные бонусы для студентов будут предусмотрены. Для тех, кто вакцинирован. Но пока секрет не буду раскрывать. Они будут, мы объявим об этом. В ПЕДе тоже планируют ограничиться дистантом лишь на неделю. А потом снова перейти на очное обучение. Двусменное. С соблюдением всех мер безопасности. В университет вход идет без QR-кода. Обязательно маска. Обязательно термометрия. Вот вы когда заходили к нам, очевидно, видели, что у нас специальная система пропуска. Вот этот аппарат измеряет температуру. На сегодняшний день вузы Алтайского края работают в разных режимах. Кто-то работает в дистанте, кто-то в смешанном режиме, кто-то в очном формате. То есть по-разному. К слову, классический вуз проводят как онлайн, так и очные занятия. Студенты медицинского учатся очно, за исключением тех, кто не успел вернуться в Барнаул после выходных. В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Вадим Бестревский. День с толком.